Мобильный киберпанк от китайцев, новая кроссплатформенная АААММО, гоночки, которые затмят асфальт, закрытая бетка Гарри Поттер Авакенин, новый азиатский мобильный раст, шутер паркур, мобильный Гутовар и до кучи другого. Мобильные игры продолжают меня преследовать и в попытках спастись я делаю эти фаст новости. Сегодня аниме игры почти нет. Ну и начнем с самого жирного. Известная многим китайская компания Netis Games, недавно показала на своей презентации, над чем они ведут сейчас разработку. И что, конечно, поразило всех в первую очередь, это мобильный киберпанк. Да, то есть в преддверии ажиотажа от киберпанк 2077 от студии Red Project. Netis, фига на свой киберпанк и назвала его вроде код Т. Либо, судя по логотипу, ТСей. Действие происходит в 2063 году. И вы наемник, охотник за головами. Также вы сможете создать свою организацию, куда будете нанимать таких же головорезов, как и вы. Естественно, нормальных подробностей пока нет. И, конечно, когда игра выйдет и когда покажут первый геймплей, тоже фиг его знает. Тем не менее, более подробно я об этой игре расскажу отдельным видосом. Помимо этого, Netis представили еще одну свою новую ААММО. Которая пока носит название проект Рагнарок. Сеттинг игры будет базироваться на скандинавской мифологии. А сама игра будет кроссплатформенной. То есть, как на ПК, консолях, так и на телефонах. В трейлере лишь показано, как девчонка укращает огромного тролля. Толком ничего нет, да и сам трейлер является не геймплей, а лишь обычное кинцо. Поэтому остается только гадать и ждать нормальной инфы. Netis фиганули свой мобильный киберпанк. Анонсировали свою АААММО. Теперь еще серию гонок Асфальт подвинут. Да, на презентации они представили свои новые футуристичные гоночки. S-Race. На трейлере машины в игре выглядят очень неоново-ярко. Каждая тачка будет обладать уникальными фишками. На трассе гонщики смогут выполнять разные трюки. И все это, как я понимаю, на улицах городов Китая. Я бы погонял. Другие игры на выставке были уже не такими интересными. Например, Unmojo Idol. Это уже что-то про айдолов. Навряд ли у нас такое выйдет. Еще говорили о Гарри Поттере Awakening. Обзор на который я делал на этом канале. Ссылка на него, кстати, будет в описании. Ага, Netis делает еще игру по вселенной Гарри Поттера. Ну так объявили закрытый бета-тест, который должен уже начаться вот-вот 29 мая. На Android и iOS. Только как попасть на закрытую бетку, я пока не знаю. Немного запоздалая новость, но тем не менее. Французская студия Ubisoft подала в суд на китайский мобильный клон Rainbow Six. Точнее, подала в суд на Google Play и App Store за то, что те опубликовали эту игру. И вот из Google Play и App Store выпилили Ария F2. Немножко мы успели в нее поиграть. В топ-топе релизнула замечательная головоломка Room Toy Maker. И игрушка Light Racer Ignition. Я об этих играх рассказывал в прошлом выпуске. Напомню, что ссылки на все игры в этом видео будут в описании. Даже на те, которые не вышли. Релизнулся замечательный пиксельный слэшер Dark Raider. В альфа-тесте сейчас интересная стрелялка 5 на 5. С видом сверху. Diesel Soldiers. В топ-топе сейчас можно скачать сырой приключенческий хоррор-квест Joyland. Честно, я немного поиграл, как-то особо не разобрался. Но такое. В Play Market и App Store появилась популярная японская новелла Dugan Romp. Только в Play Market она стоит полторы тысячи рублей. На, серьезно? В то время как в Steam всего 400. Чуть не забыл рассказать о новой азиатской копии Rasta. Нашел запись закрытой бетки на китайском аналоге YouTube. Тут уже такая шикарная графика. Мы также можем строить различные здания, крафтить оружие, одежду, броню, убивать различных мобов. Стоит эту игруху разобрать отдельно. Может, выпущу про нее видос. Кстати, стала известна дата выхода игрушки Pascal Wager на Android. Выйдет она 25 июня, а на iOS 19 мая выйдет первая DLC. На днях релизнулся ожидаемый паркур FPS шутер Rock Agen. Правда, игруха еще пока сырая, но тем не менее, играется очень свежо. Тупо новый опыт в шутерах. Еще одна неожиданная игрушка в раннем доступе Delivery Z. Чуть-чуть смахивает на Death Stranding. Выкурьер в городе, объятым зомбаками. Но игра также сырая, там еще ничего толком и нету. Ну и напоследок вышел аналог God of War. Называется Blade of God. Правда, полную версию придется купить. Как RPG слэшер, очень даже. Правда, картинка какая-то нечеткая, грязная что ли. В игре очень много разных боссов, приемов, различных добиваний, сюжет и так далее. Надо и про нее тоже отдельный видос делать. Ну а на этом, в принципе, все. За проделанную работу подайте автору лайк на пропитание. А я пошел дальше искать что-нибудь интересное. Все ссылки в описании, а с вами был Фомикс. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.